Здравствуйте, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович. Я по разным вопросам неоднократно обращался к вам и в какой-то мере был доволен, в каких-то был недоволен ответом. Как общественный деятель города Нижневартовский, патриат РФ Российской Федерации, обращаюсь к вам в связи с последней видеоконференции, которую вы провели. Меня как коренного азербайджанца беспокоит ваша, на мой взгляд, искаженная информация, которую вам готовили ваши помощники по межнациональному конфликту между Азербайджаном и Арменией. Эти люди либо истории не знают, либо они просто специально подготовили такую неправильную информацию для вас. Суть в том, что вы говорите, что конфликт начался с города Сунгай, хотя, на мой взгляд, истинный патриот РФ, журналист Проханов Александр Андреевич высказал все прямо и верно у себя в их статьях и видео на Ютубе, как и где начался конфликт. По его статьям и рассказам конфликт начался приблизительно в 1987-1988 году в городе Кафан, Армянской СССР. Суть в том, что в Армянской Республике без суда и разбирательства изгнали в позорном виде, отбирая имущество в пределах 300 тысяч азербайджанцев. Эта снимка есть в архивах Первого канала Востанкина. Нет основания не верить Проханову, так как он не такие, как Соловьев, Затуллин, Третьяков и другие, не имея фактов, начинает дезинформировать и придумывать от себя истории. Проханов, в отличие от этих умников, ходил по деревням и городам. Убеждался в том, сам и подтверждал свои слова, написанные в статье, железным фактом. И теперь я хочу задать вопрос. Почему в Сумгаэте начался беспорядок? Потому что, в отличие от Баку, Сумгаэд по численности населения был вторым по количеству живущих там армян. На мой взгляд, не надо искать причину конфликта в Сумгаэте, а смотреть глубже. Откуда пошел конфликт? Конфликт начался в городе Кафани. Если бы армяне не изгнали азербайджанцев так унизительно из Кафана и других городов, то проблем в Сумгаэте не было бы. Почему нельзя было догадаться до этого? Объясняю вам, что изгнавших азербайджанцев разместили в городе Баку и Сумгаэте. Там они увидели, что армяне без забот и без всякого давления живут, работают и так далее в городах республики Азербайджан. А их выгнали из Кафана и других городов, принадлежащих Армянской республике. И как вы думаете, что оставалось делать людям, на которые свалились такое давление и неразбериха? За что и почему нас выгнали, хотя в Азербайджане армян никто и не вгонял на то время. И после этого всего началось обострение ситуации с каждым днем. Итог всем нам известен. Делясь с вами этой информацией, у меня нет цели, чтобы вы хвалили азербайджанцев и обвиняли армян. Я хочу, чтобы вы говорили правду, чтобы из усть первого человека в РФ не выходила дезинформация. Потому что конфликт начался не из города Сумгаид и не азербайджанцы это все начали. Говоря в таком виде о Сумгаиде о том, что азербайджанцы все начали, вы у многочисленного народа вызываете недовольство. Потому что, как такое может быть? А что началось, что началось все в кафане? А виноваты азербайджанцы, потому что выгнали из Сумгаида, что оставалось делать людям? Их выгнали беспричинно и в состоянии аффекта они сделали то же самое. Я ни в коем случае не защищаю свою сторону. Просто назло ответили злом. Вот в этом и заключается вся суть. Заканчивая это письмо, я надеюсь, что больше не будем обвинять азербайджанцев, армян. И просто углубимся в историю, как это началось и будем с оптимизмом смотреть в будущее. Так как исход этой ситуации уже решен. С уважением, Алиев НС.